Рыбаки, вот все москвичи, которые с той стороны ориентировались. Давай, давай, давай. Давай, наверное, все пошли. Копейка. Гуляш. Русь выбирает линолео. Сейчас мы проехали, ребят, место катастрофы такое страшное. У нас был ураган. Прошел просто, голосовый. Этим летом и скосил прямо деревья, как спички наполовину убрал. Вот. И самое интересное, что Воробьеву, нашему губернатору, задавали вопрос, что почему, типа, вы не убираете ли, если нам не даете забирать, не разрешаете дрова. Задали вопрос, вот сейчас мы проехали, увидели, может, обратно будем ехать, сниму, поснимаю. Обратно ехали. Видим, убирают. Ну, оказывается, он зашевелился. Оказывается, у нас нельзя убирать дрова, потому что штраф. Посква река. Ну, у нас, смотрите, река Завария. Здесь бои были. Река Завария. Здесь я этим потрудился. От обороны была. С одной стороны наша, с другой стороны немцы. Вот. И, короче, оказывается, у нас костри полить нельзя. Надо дрова с собой приносить. А все из-за того, что отдыхающие вырубают леса, короче, с копами. И отсюда приняли закон, да, что нельзя костры полить нельзя. Короче, по новому закону РФ ты должен привезти дрова с собой на отдых, а хворост ты не имеешь права собирать. Вот Руссия сказал, что у нас на водохранилище была береза одна. Да, мы рыбаки, вот все москвичи, которые с той стороны, ориентировались по ней, по этой. Ну, то есть, закон как? Закон приняли, вот, просто, чтобы маленько хоть ее сберечь, потому что беспредельщиков хватает. Ну, собери ты там хворост, собирай ты веточки, палочки. Я понимаю, вокруг леса нет. Ну, привези ты мимо леса есть с собой. Нет, была одна береза, одна красивая, действующая береза. Ну, в радиусе 200 метров на 200. И просто все на ней как ориентир. Вот, когда плохая погода или что, смотрят на нее, о, надо на нее идти, сейчас выйдем к машине. Вот, представляете, широкое водохранилище, вот, там угол такой, на ней одна березина. И отдыхающие, видно, поленились дрова, взяли ее, спилили, срубили, загубили. Ну, да, вообще, да. Ну, и, чтобы таких вот избежать ситуации, они вели жесткие рамки. То есть, приехал в лес со своими дровами. Все. Если не найдут у тебя, ну, или увидят, что ты собираешь хворост, выпишешь штраф. Слушай, солнце прямо сейчас. Ребята, вообще, солнце сегодня у нас, я не знаю, чтобы камера не слепилась. Ой, какая красота у нас, солнечно. Февраль. Какой сегодня? Первый февраль или второй? В этом году, да, второе. В этом году передают аномально теплый февраль. Не знаю. Красота, ребят, смотрите, вообще. Может, в марте копать будем. Да, хорошо было бы. Ну, ладно. Короче, если будем ехать обратно, если что, движуха там будет, я сниму. Надо не забыть только. Скоро мне 33 года. Скоро Русика, день рождения тоже не забывайте. Не забывайте. И все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, все наши эти сообщества. Пока-пока. А бумки-то такие интересные у них улицы. Советские, наверное. Ну ладно, давай. Давай, наверное, все-таки наушники возьмем тебе мелкие. Мелкие? Ты как, не против? Да не против, просто так, сейчас не. Приехали мы покушать с Русей в Лобус. Я не знаю, такой магазин известен вам. Иди сюда садись. Необычно, тут как в столовке получается. Набираешь еды, набираешь еды, вот так вот, и потом на кассе платишь, да? Набираешь все, что хочешь, там и цены у них есть. Ну, а впервые было такое, да? Да, впервые раз я здесь вот мимо езжу, никогда не знал. И представляете, ребят, вот это потянуло, вот целый. Да вообще, копейки. Гуляш. Это, 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 я думал, сейчас насчитают, 280 рублей. У меня подороже чуть-чуть. Ну, а я, пожалуй, любитель. Я не ел, не знал такого с вами, а Руси сегодня подешевле. Вообще класс. Я думаю, почему тут все время машин много стоит? Оказывается, тут такой магазин. Да, 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 есть фишка, почему? Я не знаю. Теперь будем чаще. Ну, мы сегодня еще в Леруа заехали Русику купить до ремонта. Да, я не могу. Немного вещей. Покажем вам, что еще купили. Все, не переключайтесь. Пока, покушаем. Вот так мы уж гушаем. Солнце, смотри, все не яркое вообще. Откуда оно, вот сюда же еще. Светит наш это. Приятного аппетита. А слушай, тут пельмени как с жильяным, а не с грибами. Нет, с сыром. С сыром с грибами, наверное. Оно мимо постоянно ездит и не знает. Жизнь прекрасная штука. Живи, оглядывайся. А поставь для нас столбик. О, вот. Сегодня день солнышек такой хороший. И такие коляски. Покажи, коляски. Люди обедут. Сюда было тоже сок какого-нибудь взять. У нас есть чаек с чай. Ладно, поехали. Вот для Русика мы выбираем обои. Что, какие тебе обои надо, Русик? А я еще подешевле, так как квартира будет на продажу. Мы дорогие не берем. Ибо нет смысла. Ага, дорогие ты. Да я шучу, я-то. 1700, 1900. Да, ну? Чуть-чуть освежим комнату. Пока будет у меня кабинет. Ладно, выберем, покажем. Ага. А вот я вижу, на сорокушке она синим, да? Тоже что попил. Вот, ребята. И три холодного цвета. В кабинете должен быть приятный свет для глаз. В кабинете. Сейчас увидите, как он будет. Вот обои. Будем клеить. Спасибо. Русик выбирает линолевым. А, все, все, все. Я никуда смотрел. Ну, что? Сейчас, сейчас. И светлый. Ну, это, блин, классно. Ну, нафига тебе. А у тебя будет светлее комната, по идее. Не, я темный, у меня и так светлые обои. Так. Смотри, как доска потерта. Русь. Как доска потерта, прикольно. Застрял. Пошелек достать. А это? Сейчас ломайте. Русь, ну, что ты? Банкотился. Я вас не снимаю. 3258. Ну, что, ты доволен? Да. Что-то много у тебя ремонта. Ну, у вас сюда купили 3258. Ну, хоть улыбнись на камеру. Жене пока. Пусть приезжаете, смотрит. Ну, что, ребят, вот и все. Русь, кажется, впечатление. Сегодня у нас обширный день, как всегда. Он у вас, смотри, сзади лежит. Загруженный линол. Вот вам и китайец, влазит трехметровый линол. Линол запихнули мы. Легко и окно открывать не надо. И что будешь делать-то с этим всем? Буду делать себе кабинет. Кабинет? Кабинет. А нафига тебе кабинет? Афонными находочками. Ага, наверное. А там вот сюда. Квартира. Все равно продаваться будет. Да-да, вместе с находками. Берите, недорого. Так что ладно, ребят. С вами Ростан был. Олег Кашевой. Такой небольшой день. Посидели в магазинчике. Глобус называется. Прикольно, да? Мне кафешка понравилась. Кафешка шикарная. Надо было снимать еще, как мы тут закупаемся. Ну, мы, ребят, первый раз там. Я думаю, мы еще там будем. Мы в общественных местах первый раз доедем. Да, мы вообще случайно ее нашли. Ну, не думали вообще, что снимать. Сегодня у нас день обширный был. Сегодня были в магазине металлоискателей. Вот. И не думали, что еще куда-то заедем. Ну, вот заехали. Прикольное видео. Походу. Походу. Ну, а не дорого. Слушай, а там цену мы показали только вот за этот товар. А линолем же тоже отдельно мы купили. Сколько он стоит отдельно? 4 тысячи, 4100. Ну, в общем, на 7 тысяч, да, закупили? На 7 тысяч. Вот посмотрите, ребят. А, до, не знаю, он снимет, нет. После, что можно сделать на 7 тысяч рублей в комнате из 12 квадратов. Надо мне к тебе приехать, снять, пока. Да, 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 пока. И помочь покреить обувь. О, ты приедешь, как раз покажешь. Я буду снимать как раз. Да, и расстелим линолем. Руся будет клеить, а я буду снимать. Олег у нас высокий, клеить будет. Я буду снимать. У меня штатив там есть, мы поздаем. Отлично, отлично. Тогда Олег только поможешь мне сделать сегодня. Сегодня, ребят. Ладно, ребят, шутим мы все. Все, шутим. Видео для вас, лайв-канал. Я не шутил. На лайв-канале. С вами был Олег Кашевой, Руслан. Давайте в следующем видео увидимся. Кто не подписан, подписывайтесь. Покажи ребятам, как кнопки люди стоят, домой хотят. А это куда, Красногорск? Не знаю. Это глухо такое-то. Домой хотят, едут вечер. А им еще стоять неделю. А мы в Москву. Грубку объехали. А мы едем в деревню. И у нас блогов пока нет. Так что будет еще интересней. Пока-пока. Пока-пока.